В этом достаточно активном и общительном человеке сложно сразу разгадать его слабости. Николай Петрович Паршутин – душа коллектива. Всегда поможет, подскажет, поддержит. И это несмотря на то, что сам Николай Петрович практически ничего не слышит. Предприятие «Промбриз» стало для него вторым домом. Здесь он работает наладчиком оборудования в цехах. В диалог с коллегами Николай Петрович находится полуслова. Слабослышащим он был не с рождения. Сказали с тяжелой болезни детства. Однако это позволило ему научиться чувствовать других людей. Их боли и переживания. А еще хорошо разговаривать. Благодаря компетентным наставникам с малых лет наш герой легко и громогласно общается. Как речь развивать? Самое главное – слух есть, слава Богу. А вот речи нет. Как бы? Вот учительница одна говорит, что, чтобы развивать речь, надо читать книги, слух. То есть я брал книги, там сказка о золотой рыбке. Громко говорит, громко говорит. Я вот до сих пор громко разговариваю. Вот благодаря стению, голосам я развивал речь. А больше книг читать словарный запас. На предприятии промприз Николай Петрович трудится вместе с супругой. Женщина не слышит вовсе и не говорит. Но именно этот недуг когда-то сплотил их, став фундаментом прочной, крепкой семьи. Они воспитали двоих детей. Сейчас помогают им расти троих внуков. Благодаря современным технологиям супруги легко коммуницируют, активно пользуются мессенджерами. Для полного счастья, признаются наши герои, им бы еще побольше телевизионных программ с субтитрами. И тогда они будут себя чувствовать полноценными участниками городской жизни. Сегодня в областной организации Белорусского общества глухих состоит более тысячи человек. Благодаря существующим в регионе специализированным предприятиям, больше половины из них имеют постоянную работу и заработок. Мы же инвалиды, друзья, братья, сестры. Относимся как к близким. Слышащие, например, приходят, у них опыт, допустим, где-то там на предприятии работают, они приносят туда и нам. Там как бы подсказывают что-то, говорят, что вот там так делается, а у нас тут не так, надо вот так. Все и, как говорится, рабочий коллектив. Они у нас живут полноценно, и у нас сейчас мы очень тесно взаимодействуем с ТССУОНом Московского района, Ленинского района. Они там участвуют во всех мероприятиях, ходят. Также у нас был клуб, к сожалению, сейчас на данный момент его нет. Но, тем не менее, у нас ведется и спортивная работа. У меня в организации работает инструктор-методист по спорту. Мы ездим на соревнования. То есть живут, как все обычные люди. В объединении стараются поддерживать любые предложения и начинания. Ведь главное – это желание. А помощь туда, где она необходима, обязательно придет.